Всем привет! С вами Мария Короленко, Plurarium Plants. Сегодня мы будем делать с вами кубик. Это будет кубик-переделка. То есть нас попросили пересадить растение в больший объем. И сегодня человек сказал, что ему не нравится тот материал, на котором все это было сделано. И мы начнем с того кубика, который у нас есть. Это 20 литров. Размеры 25 на 25 на 30 сантиметров. Тоже можно купить у нас. Первое, что я делаю, как вы видите, это проверяю ребра. Потому что стекла где-то склеены, где-то нет. Ну, в смысле, они склеены везде, но где-то есть шоу, где-то нет. Вот мне надо, чтобы было все цельно-стеклянно. Клеить я буду на силикон. Используемый силикон фирмы Саудал, коричневый. Здесь у нас пистолет для силикона. И фон будет сделан на пробковой коре. Варежься, бестолковая штука. На дальнюю сторону стола не смотрим. У нас стол на двоих. На Машу и на Машу с гаушей. Значит, что у нас получается. Значит, вот такая кусочки коры пробкового дуба она скребла. И моя задача пока выложить фон. Не знаю, имя. Насколько я понимаю, все будет завито фикусом умилой. Поэтому вопрос какой-то там чрезмерной эстетики не идет. Я сейчас выложу примерный пазл. И уже тогда начну приклеивать. Так, сейчас я сгоняю еще за торфом. Субтитры сделал DimaTorzok В итоге у меня получился вот такой фон. Это самый-самый простенький и быстренький, что можно слепить. Здесь будет сидеть фикус помилой. Не планируется никаких сложных растений. Поэтому здесь будет дренаж и грунт. Поэтому я не буду заделывать низ. Сейчас все это высохнет. Я надеюсь, что завтра уже можно будет сажать растения. И мы с вами продолжим. Ну что ж, на следующий день у нас почти все застыло. Как мы видим, фон у нас вышел все равно с дырочками. Можно было сделать более качественно. Но здесь надо было сделать как можно более воздушно и как можно более просто. Я сейчас все эти дырочки буду прикрывать. Потом они зарастут фикусом и мхом. И сейчас продолжим уже работу. Сейчас здесь насыпан дренаж. Насыпан в виде лавы. И буду доделать сейчас верхнюю часть дренажного короба. Все остальное. Итак, я уже вырезала дренаж. Как обычно, решетка. Почему мы используем решетку сверху? Потому что это наиболее ровная поверхность. Мне не хочется морочиться с тем, чтобы грунт не просыпался вниз. Сейчас я это еще заклею. Приклею термоклеем, как обычно. Если он нагрелся. Он еще не нагрелся. Ждем. Вырезала отверстие для дренажа. И сейчас мы с вами будем доделывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Наш любимый БГМикс. так вот наш друг которого надо пересадить хозяина вы хозяева были в отпуске и вот что случилось с флорариумом за время их отсутствия собственно мне надо пересадить сюда криптану сейчас я буду его доставать ну даже пока мы находимся около нашего стеллажа с растениями одного из тут вот бедная санирил не пережила пересадку хотя он детку дала так ну просили у нас фикус дуболистый давайте возьмем фикус дуболистый я думаю что нам одного кашка будет мало поэтому поэтому мы возьмем сейчас еще 2 из ящиков пока подумал что еще сюда посадить там осталось еще криптантус ой не криптантус биофитум надо что-то нам такое почвопокровное и не сложно так ну а про хочу что мы с вами выберем здесь вот я не вижу ничего такого чтобы мне хотелось там сейчас полезем другое место что я выбрала мне так уже примерно знаю вкус нашей клиентки я взяла вот это вот вроде как это пиле я могу ошибаться в данном случае я выбрал фикус дуболистый и наверно обойдемся одним воршком из высокого наверное будет или пилея микрофила или актиниаптерис аустралис в качестве балластного растения пойдет селегина лунцината я знаю что на ее хорошо содержит что у нее нет с ней проблем она вообще без проблемное растение очень красиво с голубой матлеем таким присмотритесь вот значит пилея микрофила может формировать деревце сейчас мы посмотрим что нас больше интересует ну и в качестве почвопокровки у меня тут остался нерассаженный леохарис мини меристемный я его буду использовать в принципе у нас есть еще рассаженный по горшкам но я знаю что этот флорариум будет в руках уже оптанного человека поэтому могу себе позволить посадить туда меристему ну что ж давайте начнем сажать так я пока бегала за не проливисом вспомнила что у нас есть прекрасные вригад на излаки всякие разные корусы которые надо полить бы судя по их состоянию сейчас мы их будем сажать здесь хорошо будут смотреться самое главное что они достигают ту цель которая нам нужна нам надо чтобы это было максимально выносливая штука правильно правильно сажаем сажаем камеру переставить потому что я лепшала сейчас я переставлю камеру теперь вы видите весь наш срач в полном объеме но мне нечего стесняться потому что я знаю что когда я уберусь когда-нибудь этот момент настанет когда у нас будет теплица и мы разгребем висящие объекты здесь будет более-менее порядок все очень сухое очень надо ребятам сказать что вы все болели и 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 интересно сколько такой горшок нарастает у нас он живет уже прилично вот такая борта у меня вышла по-моему вполне себе травянистый так ну фикус конечно мы берем погуще так и сажаем фикус посадка фикуса выглядит значит мы берем снимаем верхний слой с корнями я не буду ничего раздербанить иначе он будет приживаться очень долго собственно вот я его направила наверх и теперь ему нужно время просто чтобы привыкнуть сейчас возможно я его как-нибудь попозже закреплю получше что теперь посадка синегинелла но это примерно такая штука так может быть синегинелла еще одну воткнуть ну и пришло время и леохариса и у нас материализовалась вода так вот наша миристемная баночка смотрите что я делаю я максимально руками счищаю гель у меня тут под столом мусорка я туда бросаю это все и радостно сейчас буду промывать скорее всего у вас не получится промыть сто процентов но ничего страшного если вы узнаете с какой возрасту этой миристемы вы наверное очумеете и точно около нескольких месяцев и живет она у нас просто брошенную здесь потому что у нас недостроена теплица возможно мы ее потом вам тоже сделаем обзор куда она делаем сейчас ждем остекление ее по идее в августе должны начать в середине августа обещали вот и мы вот чем занимаемся теперь мы этот коктейль из травы мешаем и досаживаем сажаем в шахматном порядке сейчас я еще это все немножко присыплю потому что грунт имеет усадку и местами он еще будет нужен я бы еще почти сельгинелла подсадила потому что пока пока пустовато все выглядит крайне как бы по моей задумки но если елена ее одобрит в конечном итоге я хочу чтобы здесь было сельгинелла здесь был или охарис задняя при стенках вся плетена в общем будет себе вполне ничего так да потом в комментариях напишите если вам покажется занудным посадка подробно все-таки сбегаю еще на сельгинелла для хорошего человека не жалко так у меня осталось время и час еще сколько все надо сделать если я успею то я конечно бы еще проклеила все сзади бы как называется ракалом господи склероз ранен так у нас видите есть дырки я понимаю что многие сейчас начнут лопить но я их забью сфагнумом на самом деле я это делала просто с точки зрения эстетики можно даже сушеным пучками муха если уковыру который хочу сбрагрить уже в отяковский он здесь скорее всего жить то и не будет но тем не менее давайте раз уж мы это делаем забьем все эти щели сейчас мы приберемся и снимем ее в нормальном виде перед тем как заматывать так на самом деле никакой смысловой нагрузки в этом нет для фикуса вообще все равно он бы каратков все даже по голой стене ему все равно на чем расти практически поэтому это я занимаюсь так знаете не знаю как это назвать излишним сизифовым трудом так значит по стойкости износа стойкости коры и вообще жизнеспособности этанного флорариума ребята абсолютно все жизнеспособно будет жить столько сколько вы будете ухаживать скорее всего чего то придется конечно пересаживать так обычно не бывает ну в общем то в общем то давайте будем честны растение в горшке тоже оно претерпевает свою жизнь изменений и фиалки мы перечеренковываем пересаживаем и суккуленты мы тоже отчеренковываем я вот кстати умудрилась пересадить даже с грибом я вам его попозже покажу не знаю насколько это будет остались ли там какие то части споры я бы сказала что уже вполне симпатично останется нам спасти пистью и фитонию старого хлорариума мы их оставим себе не знаю почему он опять прошел до схода хорошо так обрезаем старые листья так ну что я временно отключусь для того чтобы немножко прибраться и потом показать все по времени вот так у нас вышло уже по моему неплохо и красиво сейчас мы все это поставим поставим и завтра отдадим клиенту надеемся что через какое то время с нами поделится фотографиями всем пока с вами была Мария флорариум планс не забываем подписываться и ставить лайки и оставлять комментарии так на этом видео не кончается я все таки не выдержала и приклеила сзади рака чтобы у нас все было ровненько и еще клиентка попросила посадить пару растений из ее старого хлорариума мы сюда добавили пистью и добавили биофиту и в итоге вышло у нас так сейчас его уже через часик заберут ну что ж теперь точно всем пока пока